В Республиканском кадетском корпусе разгар приемной кампании. Конкурс большой. Вступить в ряды кадетского братства изъявили желание около ста человек. В кадетском корпусе заметное оживление. Контрольные работы по математике, русскому языку, зачет по физической культуре для десятиклассников, общество знания. Такие серьезные испытания предстоят будущим кадетам. Поступать приехали со всех регионов республики. Абитуриенты внимательны и сосредоточены. Родители переживают. У жительницы Чобручей Лилии Васильевой экзамены сдает дочь. Решение девочка приняла сама. Решила твердо идти к поставленной цели. Надеемся, что все будет богополучно у нее. Она решила твердо, решительно, сама. Я ей не стала ни препятствовать, ни уговаривать. Выбрала. Я ее только предупредила, что это дисциплина, это армия. Думай и знай, на что идешь, потому что это не очень-то и легко. Это надо уметь, выдержать. Кадетство – школа мужества. Хотя среди желающих вступить в ряды кадетского братства есть и девушки. Их двое больше, чем год назад. Учиться и укреплять себя физически будут наравне с мальчишками. Трудности не пугают, а закаляют, говорит Арина. Приехала поступать с ближнего хутора. Почему вы здесь? Очень хочу в ряды милиционеров. Два года назад обучение здесь закончил мой брат. Я очень сильно этим вдохновилась и решила, что тоже хочу. Конкурс серьезный. Два человека на место. Такого не было давно, говорит руководство корпуса. Классы будут смешанными. Подобный учебно-воспитательный эксперимент здесь тоже впервые. На сегодняшний день заявлено 95 человек. По предварительной сети, которую мы заявили в Министерство просвещения, нам необходимо добрать 61 человек. На сегодняшний день в некоторые классы конкурс идет по 2-3 человека на место. Помимо экзаменов будет конкурс аттестатов. После 10-дневный курс молодого кадета. Отбор серьезный. Но только так выбирают достойных. Елена Леонтьева, Наталья Русова, Олег Машняга. Бендерское телевидение. Продолжение следует.